В решении замороженных конфликтов достигнут определенный прогресс, заявил генсек ОБСЕ Ламберто Заньер. В Баку проходит 4-я исламская конференция в сфере соблюдения прав детей. В руках художницы Ферангиса Шумовой обычные семена превращаются в картины необыкновенной красоты. Генсек ОБСЕ Ламберто Заньер считает, что в разрешении замороженных конфликтов на пространстве организации достигнут определенный прогресс. По его словам, важным шагом стало достижение договоренности о встрече президентов Армении и Азербайджана. Задача ОБСЕ заключается в том, чтобы поддерживать намерение сторон двигаться по пути политического урегулирования и не рассматривать другие альтернативы, подчеркнул Заньер. Однако не исключено, что встреча президента в Азербайджане и Армении будет протокольной. Если же сопредставители в состоянии решить этот конфликт, то исходя из международного права наши земли должны быть освобождены немедленно, считает политолог Фикрет Садахов. Он уверен, что наибольший прогресс может быть достигнут, если в основе переговоров будут находиться европейские модели сосуществования, такие как модель Южного Тироля, Аланских островов и другие. На Армению абсолютно никакого давления не оказывается. Теми же сопредседателями, которые представляют собой ведущие государства. Для нас важны не только новые идеи, исходящие от сопредседателей Минской группы. Для нас важно, чтобы решения, которые фактически уже приняты по этому конфликту, я имею в виду и решения Совбез ООН, и решения Совета Европы, парламентской ассамблеи, СЕ, выполнялись бы, чтобы начался процесс освобождения захваченных азербайджанских территорий Армении. Там сформировалось в Армении большое количество представителей молодого поколения, которые устали от этого противостояния. И не только оппозиция армянская, но и те вот сформировавшиеся молодые люди, они довольны курсом Саркисяна, нынешним курсом Саркисяна. Депутат Азербайджанского парламента Расим Мусабеков в свою очередь считает, что предстоящие встречи президентов Азербайджана и Армении позволят возобновить систематичность диалога. По его мнению, после казанской встречи стороны не сделали решительного шага на встречу друг к другу. Единственный результат от этой встречи я жду, это если президенты выйдут, скажут, что мы договорились начать новый раунд обсуждения, что министры иностранных дел будут конкретно работать над каким-то там, либо новым документом, либо над новыми какими-то идеями. В всяком случае, ничего больше от этой встречи, я думаю, что ожидать не приходится. И в общем, встреча будет по случаю, скажем, и оба президента должны быть в Вильнюсе, и я думаю, что там у них состоится, ну, в лучшем случае, двухчасовая беседа. Напомним, что в заявлении Минской группы ОБСЕ по результатам визита в регион была озвучена информация о намерении президентов конфликтующих стран о встрече в ноябре 2013 года для уточнения своих позиций по урегулированию Нагорно-Карабахского вопроса. Фархад Гаджа, Фируз Рагимов, Сибиси. В поздравительном обращении президент США Барак Обама передал свои пожелания по случаю начала исполнения Ильхам Малиевым полномочий президента Азербайджанской республики. По мнению президента США, уже более 20 лет двусторонние связи вносят существенный вклад в региональную стабильность. США приветствуют достигнутый Азербайджаном за этот период успешный экономический и социальный прогресс. Соединенные Штаты Америки и Азербайджан тесно сотрудничают по многим вопросам как в двустороннем формате, так и в Совете безопасности ООН. Президент США выразил приверженность продолжению реформ, которые придадут импульс развитию южного энергетического коридора, дефертификации экономики, укреплению региональной стабильности и безопасности. Американский президент высоко оценил партнерство в Афганистане и совместное сотрудничество в борьбе с терроризмом. Барак Обама выразил готовность использовать исторический шанс с целью достижения мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта путем переговоров, в частности, поддержал, принятое президентами Азербайджана и Армении, решение о проведении встречи в конце этого месяца. Барак Обама выразил надежду на продолжение тесного сотрудничества. Нигер Алиева, Сибиси. В эти дни Баку принимает четвертую исламскую конференцию на тему «Дети и проблемы урбанизации в исламском мире». Мероприятие проходит под патронажем Государственного комитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и ребенка, а также стран-членов Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры. Участники – эксперты и министры из 51 государства. За четыре дня они намерены обсудить актуальные проблемы в сфере соблюдения прав детей, а также наметить перспективы дальнейшего сотрудничества. Рабочее заседание конференции началось с экспертной оценки. Специалисты в области соблюдения прав детей разработают и представят на обсуждение министров несколько документов. Цель конференции, проводимой в Баку – помощь детям на евразийском пространстве, которые вовлечены в конфликты, у которых есть гуманитарные проблемы. Основополагающими принципами помощи станут применение опыта разных стран, которые достигли положительных результатов в области защиты прав ребенка. Азербайджан – одна из таких стран. «Нашим опытом пользуются государства не только мусульманские, а также европейские страны. К примеру, мы проводим тренинги в таких странах, как Македония, Болгария, Румыния, с участием азербайджанских экспертов по защите прав детей. На этой конференции будет показан положительный опыт нашего государства в борьбе с ранними браками и домашним насилием». Ожидается, что соответствующие документы будут приняты в последний день работы конференции. 12 ноября. Хайла Мамедва, Фирус Рагимов, CBC. Стратегические валютные резервы страны составили 49,4 миллиарда долларов. Таким образом, с начала года валютные резервы выросли на 7 процентов или 3,3 миллиарда долларов. По сообщению Центробанка, высокие темпы роста стратегических валютных резервов являются фактором, снижающим чувствительность экономики страны к внешним кризисным явлениям и формирующим сильный макроэкономический буфер. В настоящее время объем стратегических валютных запасов страны превышает размер внешнего государственного долга приблизительно в 9 раз. На повышение валютных поступлений оказало влияние экспорт и динамика денежных переводов и потоков капитала из-за рубежа. По данным Государственного таможенного комитета, по итогам января-сентября товарооборот страны составил 26,1 миллиарда долларов, из которых 18 миллиардов долларов пришлись на экспорт, 8 миллиардов долларов на импорт. Профицит внешнеторгового баланса по итогам трех кварталов составил 10 миллиардов долларов. По данным Государственного комитета по статистике, объем зарубежных инвестиций, вложенных в экономику страны, за 9 месяцев увеличился на 66 процентов по сравнению с этим же периодом 2012 года и составил 4,3 миллиарда долларов. А валютные резервы, находящиеся в распоряжении Центробанка, выросли за 9 месяцев на 13 процентов и достигли 13,3 миллиарда долларов. Это достаточно для финансирования импорта товаров и услуг в течение 9 месяцев. Гюльчин Кадырова, CBC. Жертвами взрывов, устроенных в ночь, на пятницу террористами-смертниками в Ираке стали 19 военнослужащих. Террористы за рулем двух заминированных автомобилей подорвались на территории военной базы в городе Эд-Тармия, в 50 километрах севернее Багдада, населенном преимущественно суннитами. Ранения получили почти 40 человек. Минувший октябрь стал самым крабовым месяцем в Ираке за последние пять лет. Согласно данным правительства страны, в октябре в результате терактов и нападения боевиков погибли 855 мирных граждан, 65 полицейских и 44 военнослужащих. Эмилия Алиева, CBC. На Филиппины обрушился самый сильный тайфун нынешнего года. Скорость парового ветра превышает 270 километров в час. Электричество и телефонная связь местами прерваны, воздушный и морской транспорт остановлен. Хаяну присвоили пятую самую высокую категорию опасности. Президент Филиппин сообщил, что более миллиона человек в 20 провинциях вынуждены были перебраться из своих домов в укрытие. Тех, кто может оказаться на пути Хаяна, призывают эвакуироваться в более безопасные районы, покинув прибрежные деревни, горные склоны и берега рек. Государственная служба погоды Филиппин сообщает, что ураган покинет острова вечером в субботу. В среднем в год на Филиппины обрушивается около 20 тайфунов. В 2011 году тайфун Ваши привел к гибели 1200 человек. 300 тысяч вынуждены были сменить место жительства. Стихия разрушила более 10 тысяч домов. Эмилия Алиева, Сибиси. Бакинская крепость Ичари-Шахер – символ столицы Девичья башня. Они находят свое место буквально у каждого художника, хоть раз увидевшего их. Но работа ференгиста Ашумова не похожа на другие. И башня, и дом нефтепромышленника Гаджинского, и бакинские улочки художница воспроизвела не с помощью кисти и красок. Ее подорочным материалом стали семена тыквы, дыни, арбузы и мака. Рис толченый, я использую макароны, вермишель. Все это на моих рисунках можно увидеть. У меня много всяких семян. Если у меня нет семян, которых нужно цвет показать, допустим, зеленый, я пользуюсь зеленью, особенно петрушкой. Она хорошо клеится, и у нее листики такие очень понятные. Ференгиза Ашумова – педагог начальника классов. Уже 57 лет она учит детей. И, конечно, рисование – самый любимый предмет у ее учеников. Когда в 90-х годах немножко трудно стало покупать конструкторы и какие-то предметы для урока труда, я решила с детьми на уроках труда рисовать семенами. И сама, когда у меня было свободное время, на каникулах, летом, я для души себе рисовала. Таких картин у Ференгиз Ханон около 30. Но теперь художница решила попробовать рисовать маслом. Ее первые работы уже пользуются успехом. Ну а главной темой ее картин по-прежнему остается Баку. Цурая Гулиева, CBC.